В большом спортивном зале школы номер 21 проводятся самые сложные и пыльные работы по демонтажу. В помещении уже снята деревянная облицовка, хотя капитальный ремонт начался неделю назад. К началу нового учебного года здесь все преобразится. Рабочие покрасят стены и потолки, обновят полы. Во время уроков по физической культуре дети активно двигаются, и чтобы ребята не получили серьезных травм, спортивный зал будет не только новым и современным, а в первую очередь безопасным. Основная масса учебных занятий проходит в спортивных залах в течение всего дня. И, конечно, при такой конструкции и до внешнего отсутствия ремонта это была острая необходимость, потому что нас в школе много. По прогнозам на 1 сентября предполагается нас 1751 ребенок. Конечно, действительно много, 59 учебных классов. И при учебном плане с тремя часами физической нагрузки, уроками физкультуры, понимаете, какая их загруженность. Душевые и раздевалки тоже в процессе капитального ремонта. Здесь будет заменена сантехника, заново положена плитка. Еще одно место, которое требует тщательного ухода – это бассейн. Воды сейчас в нем нет, потому что школьники на каникулах. Но на страже порядка и чистоты – современная техника, благодаря которой вода в бассейне всегда надлежащего качества. Перемещается, чистит воду. Такой у нас пылесос для воды, современное устройство. И, в общем-то, мы в отношении бассейна уже подготовлены полностью. Некие средства от платных услуг направили на приобретение оборудования. Это фены сушильные, настенные уже. Это необходимые коврики, это жилетики, это манжетики для плавания, это досочки. Ну, так сказать, мы некие средства нацелили на укрепление оборудования. Глобальная реконструкция проходит и в малом спортивном зале, где занимаются ученики помладше. На втором этаже после ремонта будут установлены тренажеры. Руководство двадцать первой школы уделяет большое внимание физической подготовке своих учеников. В образовательном учреждении работают всевозможные спортивные секции. Вообще у нас график плотный. Занятия учебные половины девятого начинаются. До половины третьего это только уроки. Затем у нас свои секции. У нас есть и баскетбол, и волейбол, и пионербол, и мини-футбол. Потом дополнительные программы. В этом году это у нас было, я думаю, в следующем году также останцы УШУ пользуются популярностью. У нас греко-римская борьба. Я не говорю о том, что в бассейне проходят занятия, это и водный пол, обучение плаванию. И с четырех часов и до девяти вечера наши залы посещают воспитанники детских спортивных школ нашего района. В летний период большое количество жителей посещает школьный стадион. Футбол, бег, волейбол – каждый находит себе занятие по душе. Можно сказать, что спортивная жизнь образовательного учреждения не останавливается ни на минуту. Он открыт, спортивный наш стадион, замечательно. Здесь беговые дорожки, футбольное поле. У нас не простаивает, и не потому, что сейчас чемпионат мира по футболу идет, а потому, что и до того, и после. Это так и будет для жителей города. Группа родителей приходит. Мы всем рады. Меня беспокоит только одно – порядок на стадионе. Потому что, когда утро начинается, работниками школы с уборки огромного количества мусора, оставленных пластиковых бутылочек, ну, это, по меньшей мере, вот наворачиваются слезы. Действительно, на глаза, потому что, ну, это вот… Для меня это как дом, и когда дома вот на мусорят, гости придут и на мусорят, это очень, так сказать, да, обижает. Сейчас в школе шумно только от строительных работ. Но буквально через пару месяцев коридоры наполнятся голосами учеников, которые смогут зайти в обновленные спортивные залы и начать тренировки. Ольга Захваткина и Сергей Григорьев для программы «Городские вести». Субтитры создавал DimaTorzok